Пассажирский транспорт должен быть безопасным, а для этого необходимо периодически проверять и машины, и водителей. На минувшей неделе сотрудники ДПС проверяли межмуниципальные автобусы. По итогам рейда выявили более 40 нарушений. Здесь и технические неисправности автобусов, и непристегнутые ремни, перегруз и даже тонировка. Сегодня же инспекторы ДПС решили обратить более пристальное внимание на ивановских таксистов. Сегодня проводится мероприятие по массовой остановке водителей легковых такси. Контролируется соблюдение прохождения предрейсово-медицинского осмотра, предрейсово-технического осмотра транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров. Также контролируется соблюдение правил дорожного движения, пользования ремнями безопасности, соответствия технического состояния, требования правил дорожного движения. ЖД-вокзал – наиболее популярное место среди таксистов. Здесь они ждут клиентов, общаются между собой. Видимо, поэтому с появлением сотрудников ГИБДД желтых шашечек на машинах поубавилось. Но даже несмотря на это, без работы инспекторам сидеть не пришлось. Здравствуйте, СССР ДПС Кожевников. Будьте ворвать ваши документы на машину, водительская страховочка, разрешение на перевозку легкового такси. К людям, проводящим часы на городских дорогах, и требования должны быть жестче. Поэтому, помимо традиционного набора документов, водительского удостоверения и страховки, у таксистов должна быть еще масса свидетельств и разрешений. Борис Геннадьевич, вы знаете, что если вы осуществляете деятельность по перевозке легкового такси, у вас должно быть раз в полгода проходить техосмотр. Соответственно, раз в полгода вы должны проходить техосмотр, у вас должна быть действующая диагностическая карта. При отсутствии присмотрено наказание статьей 12.1, часть 2, Кодуса Российской Федерации о административных правонарушениях. Сейчас будем оформлять вас. Это негрубое нарушение карается штрафом 500 рублей. А вот этот таксист – своеобразный рекордсмен по нарушениям. Карточки разрешения на пассажирские перевозки нет, зато шашечки на авто красовались. Право управления транспортным средством бомбило Лишон. А на его железном коне были установлены два разных регистрационных номера. На данном транспортном средстве был нелегально установлен фонарь такси. Проще говоря, это нелегал. Осуществлял нелегальные пассажирские перевозки. За нарушение грозит штраф 5000 рублей. Кроме того, за управление, будучи лишенным права управления, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Домой бомбило отправился на своих двоих. За три часа инспекторами было зафиксировано около 30 нарушений. Среди них технические неисправности автомобилей, езда без прав, без страховки, заезд за стоп-линию и движение на красный сигнал светофора. Вывод относительно такого положения дел в сфере пассажироперевозок один. Нужно почаще проверять таксистов.